Вице-премьер правительства Марат Хуснулин заявил, что наложенные на Россию санкции никак не повлияют на строительство трассы М-12 Москва-Казань. Все участки будут сданы в срок. А первыми уже в этом году откроется подмосковный фрагмент от центральной кольцевой автодороги до Большой Бетонки и новый южный обход Владимира. Всего в 2022 году Автодор введет в эксплуатацию 46 километров дороги из 823. На мегастройке задействовано порядка 5000 единиц техники, а в одну смену трудится по 30 тысяч человек. Работа одновременно ведется на всех участках трассы. В госкомпании Автодор уверена, что дорога Москва-Казань поедет уже в 2023 году. И это даже несмотря на санкционные сложности. А они так или иначе есть. Вот на сегодняшний день какие-то проблемы, они только связаны с камерами видеонаблюдения или системой взимания плата, которые мы были ориентированы на западных поставщиков. На сегодняшний день мы достаточно активно провели эту работу. И вообще, как бы, знаете, не заметим мы, честно говоря, каких-то проблем. Мы перестроимся и уже в большей степени перестроились. Трудности могут возникнуть и со строительной техникой. Ведь она по большей части закупалась в Европе. Но Автодор уверяет, что запас запчастей есть и все необходимые ремонтные работы уже проведены. Так что проблем быть не должно. По крайней мере, в этом году. Кроме того, дорожники решают вопрос с поставкой импортных стройматериалов, канатов и креплений для мостов, плёнок и прочего. А вообще, строительство М12 – не единственная забота Автодора сегодня. Пришло время приводить в порядок другие трассы. Тем более, что трафик начал активно расти. Мы сейчас увидели небольшое снижение трафика по грузовикам. Ну, понятно, сейчас меньше товара. Но резкое повышение трафика по легковым автомобилям. Тем более, трасса у нас М4 от Москвы до Новороссийской, проходящей через Воронеж, Ростов и Краснодар. Как раз-таки трассой М4 Автодор сейчас и занимается. Что примечательно, в этом году асфальт начали перекладывать не в разгар отпусков, а весной. Предполагается, что все работы по реконструкции завершатся к середине июня.